Друзья, всем большой привет! С вами Аня Bookspace. Я ужасно соскучилась по съемке видео, и по вам, разумеется, тоже. И если вы вдруг меня потеряли, ну мало ли, то у нас с вами есть телеграм-канал. В телеге я обычно постю, где я, что делаю, чем занимаюсь, что читаю, что вам советую, и в мае у меня был отпуск. Ну как бы у меня он продолжается, в мае у меня видео выходит без интеграции, я от них отдыхаю, и видео будут выходить слегка нерегулярно, но, опять же, в телеге я об этом вам буду рассказывать. Пока мы о ней говорим, в телеге у меня не только лишь анонсы выпуска новых роликов, там у меня и подборки, и рекомендации по вкусной еде в Петербурге, и интересные места, и топы, и всевозможные, поэтому, друзья, как говорится, приглашаю. Я к вам сегодня по традиции возвращаюсь с легкой болтательной темой, и я нашла на Booktube тег, он нынче популярный, и мне он так понравился, что я решила, опять же, его поддержать, и его автора Ирину оставались в креслах, она снимала его на Boost, поэтому, в принципе, поставлю вам ссылочку на ее канал, и постараюсь оставить видео о ссылочке на тех, кого я смотрела в этом теге. Это Альбина, это Маша, Blackbirds Book, ну и так далее. Ссылочки оставляю, и, опять же, всем желающим его передаю, само собой. Тег называется «8 книг за 8 минут», и, по-моему, это просто идеальная возможность вам рассказать про то, как у меня книжные дела проходят, вот, как раз таки, за последние две недели. Что купила, что продала, что читаю, что дарю, что получила в дар, ну и так далее. Очень славный тег. Вопросы, опять же, в описании к этому ролику. Правда, в этом плане есть маленькая загвоздка, дело в том, что, как бы, вы знаете, что я не могу про книги очень мало рассказывать, и мои даже прочитанные бывают, ну, минимум, типа, минут на 40, но я постараюсь, но, по крайней мере, не по минутке, не буду прям вот себе прям таймер ставить, но как пойдет, так пойдет. Поехали. Первый вопрос. Ой, девочки, как говорится, во-первых, у меня уже накопилась целая стопка книг новых, которые я и покупала, которые я получала в дар от своих друзей на день рождения. Это, наверное, требуется уже отдельного выпуска, книг, как бы, там почти 20. Я расскажу вам, наверное, про две книги, точнее, как бы, технически, как бы, их четыре. Я буквально вчера вечером заказала себе три книги, они ко мне придут, наверное, через недельку, очень долго они не будут идти по Озону, но, блин, я так рада именно этой покупке, и она дохрена дорогая, честно говоря, потратила все свои подаренные деньги на день рождения. Первые три книги по Ларе. Опять же, в телекрам-канале уже все в курсе моей нынешней новой любви к первой части, и я подумала уже, наверное, на середине книги, что мне нужен весь цикл. И да, он дохрена стоит, конечно, потому что книги выпускает издательство, даже не издательство, а как будто бы это сам издат от Лаборатории Фантастики, от Фанфлаба. Автор здесь роман Суржиков, по-моему, он раньше выпускался в альфа-книге, но дальше цикл не пошел, что как бы очень жалко, вот. И в итоге я поняла, что мне он нужен именно в бумаге. У меня он был, в принципе, купленный в электронном формате, есть, опять же, на счетках Кирилла Кловина, бесплатная, доступная на ютубе, но, блин, я просто не смогла пройти мимо того, чтобы у меня эти книги были в бумаге. Это, блин, самое лучшее, что я читала за последние, наверное, пару лет точно. Я так каждый раз, наверное, говорю, когда получаю какую-то просто невероятную книгу, мне ужасно нравится. Я в полном восторге, на самом деле, сейчас читаю, получается, на середине первой части. И я осознала, что цикл весьма-весьма крупный. Первая книга объемом, там, два тома отдельных первой книги, 1200 страниц. Но я читаю ее просто на одном дыхании, каждую свою свободную минуту с циклом провожу. Вот, поэтому эта покупка просто, ну, как говорится, для души. Подарок, получается, от родителей. Что касается именно того, что я могу вам вот прямо сейчас показать, наверное, возьму последнюю книгу, что я перетащила из книжного. Это Бараяр. Буджилд в издании «Эксклюзивная классика». Да, легкий спойлер вам моих летних планов. У меня уже была куплена Буджилд. В ее издании, получается, мастера фэнтези в Омнике. А тут, как бы, в его переиздание. В мягком переплете каждая отдельная книга. И после отзыва Ксюши Высоцкой, после ее отзыва на «Солки чести», я подумала, ну, блин, ну, я тоже хочу, ну, слишком уж у нее были такие прям яркие эмоции. И я понимаю, что у нас с Ксюшей, в принципе, схожи вкусы именно фантастики. И я подумала, что, как бы, все, время пришло, я беру это дело на лето. И первую часть, и вторую часть. Это маленький, скажем так, хвостик покупок, которые у меня накопили за май. В январе чуть-чуть, в марте парочка книг, и в мае. Эх, гулять так гулять. Покажу вам это, наверное, отдельно в одном из следующих выпусков. Я думаю, что я в минуту не уложилась, да? Ну, как бы, я думаю, что вы меня простите. Второй вопрос. Книга, которую ты начала читать. Кстати, у меня с этим получилась очень хорошая тема. Я вот нынче читаю три книги и стараюсь это число не увеличивать. Вообще, прям держу себя в рамках. Вообще, у меня была с этим делом проблема большая, что я раньше читала одновременно книг по восемь. Соответственно, из них там три были брошены, две забыты, дай бог две дочитаны, ну и так далее. А вот три, на самом деле, для меня это прям хорошее число, оно бы прям максимально удачное и удобное. Ну, наверное, было бы лучше две, но как бы пока что начнем с малого, окей? Итак, что я читаю прямо сейчас? Во-первых, это Полари. Первая книга «Стрела, монета, искра». Я вот нынче на сей середине просто оторваться не могу. Это очень похоже на «Игру престолов», только буквально с другими перламутровыми пуговками. Очень похожий вайп. Такие классные интриги. Автор так талантливо рассказывает историю, не перегружает читателя, очень грамотно лор подает, раскрывает грамотно каждого героя. Это очень интересно, реально очень хорошо написано. Я вот думаю, может быть, мне как бы сделать по этой книге отдельный отзыв даже, когда после раз как бы я делала отдельные отзывы. Но просто эта книга будет на себя прям максимально много внимания в прочитанном перетягивании. Я вот думаю, что как бы лучше бы ее разделить от отдельного прочитанного. Ну, подумаю пока. Читаю я ее, опять же, пока что в электронке, жду бумажную книгу, читаю ее на своем пакетбуке вот здесь. У меня были куплены книги еще года два назад. Опять же, почему самые классные книги я мариную максимально долго? Ну, как бы это уже какое-то, не знаю, какая-то привычка дурацкая. Хотела бы вам показать свой трекер, который я обычно напишу по каждой книге, но я, опять же, хочу отметить именно страницы, по странице в Поларе. Прямо выделяю отдельные главы, что я читаю, потом вам покажу обязательно. Что я читаю еще? Помимо Поларе, читаю Домашние правила Джоди Пикклт. Это как раз-таки книга была из моих прошлогодних планов, поэтому я рада, что она попала на совместное чтение на Бусти. Мы считаем ее с Бустерами в мае. Как раз-таки вот, пока смотрите это видео, у нас на тени проходит обсуждение третьего сета. Я поняла до себя по поводу автора, что мне ужасно нравится ее стиль, только она прописывает самоотношения между героями, боль каждого героя, нужду каждого героя. Как же это логично, здорово и достоверно прописано. Она очень нравится, здесь опять же есть что обсудить, у нас очень жаркий на Бустер по этому поводу обсуждения. Читается интересно, но пока что у меня слегка вот Поларе вот прям перебивает мой интерес к книге. Да, она хороша. Да, я читаю ее в удовольствие, но блин, чуть-чуть книга попала не в тот период, но пока что она мне идет очень даже хорошо, на весьма высокую оценку. Что еще я буквально вчера начала, получается, читать? Это императорский див Дашкевича. Вторая часть «Приключения Аверина и Кузеньки». Вот, считается здорово. Попробовала я начитку Клюквина и поняла, что как бы да, это вот прям шикарное исполнение, очень классный актер, но в бумаге читаю ее, разумеется, быстрее, само собой. Я слушаю аудиоформат примерно на скорости, ну, максимум полтора. Два не ставлю вообще никогда, потому что для меня это просто такая вот каша еще быстрее, чем я. Завидую. Шутка. Читаю ее в бумаге, очень бойко и бодрое повествование идет. У нас с вами здесь новое расследование, опять же, Аверина и Кузи. После событий первой части Аверин не в самой своей лучшей форме, но вполне себе здорово с данием справляется. Мне очень нравится то, что здесь автор как будто бы глубже раскрывает взаимоотношения дивов и их, получается, хозяев, и что сегодня так-то и гладко, и ладно. Допустим, это происходит у главного героя с его подопечным, что бывают весьма мерзкие и ужасные вещи, и что теперь Аверин как бы стране не останется. Очень славно и ладно написано, читается приятно, я с этой книгой вот прям отдыхаю. Вот, а что нынче у меня весьма, скажем так, разнообразное чтение, но Полари вот прям тащит, вот прям все мое внимание, всю мою фантазию занимает, очень нравится. Очень рада, что я выбрала именно ее вот на весну. Дальше вопрос. Книга, которую получила в подарок. Стоило бы, наверное, вот прям вам стопку показать, потому что мне мои друзья надарили стопку целую книг, очень классных, и я вот теперь думаю, как бы мне теперь их как бы втиснуть в летние планы. Я уже делала маленькую черновую версию на бусте моих летних планов, и вот думаю, подшаманить ли, добавить ли, или как бы не надо. Словом, думаю, и отдельно покажу вам опять же свои покупки и подарки. Вытулила же я одну книгу, получается, последнюю распакованную из своего подарка от Насти. Это Петро Оз и его «Морские звезды» в отдельной его авторской серии. Круто. Я после «Ложность слепоты» поставила для себя автора, как будто бы в автопокупаемые, но как будто бы его не покупаю в последнее время. Просто «Ложность слепота» это вот прям такая хардкорщина, такая хардкорная фантастика, как бы ее, знаете, вот между делом не почитаешь. И вот здесь то же самое. Это уже у нас получается фантастика про глубины, а не про космос, что для меня как бы примерно одно и то же по весу, как бы в плане неизведанного. Классно. Я вот думаю, если мне понравятся «Морские звезды», «Перекупит ли мне ложность слепоту» в этом же издании? Она очень симпатично выглядит. Дальше вопрос. Книга, которую подарила или дала кому-то? Если вы пропустили, у меня буквально выходил недавно ролик, где я рассказывала вам как там мои книжные дела, то, что читаю сейчас, планы на выходные, опять же то, что я вот нынче читаю, и там же был анхол. Книги, которые я обычно отдаю, то есть дарю в библиотеку в пяшелконе, у меня уже уехали частично, частично я уже буду их отправлять на выходные. Но мне все равно есть, что вам по этому поводу показать, наверное, полгода, елки-палки. Я, блин, как сыч дома сижу, никак из дома не выйду, но вот на этой неделе как раз-таки в Вавилон наконец-то отправится Даше Энгри в подарок. Надеюсь, что он понравится ей гораздо больше, чем мне. Что касается вопроса, обычно куда уходят мои книги, которые мне не нужны уже, опять же, либо я предлагаю и друзьям по Петербургу быстренько как бы их сбыть, либо я книги даю в нуждающуюся библиотеку в пяшелку. Пятый вопрос. Последняя дочитанная книга. Из дочитанного у меня лежит «Волкодав» Марии Семёновой. Четвёртая книга «Знамение пути», которую я добила исключительно на энтузиазме каком-то. Поставила ей три с половиной из пяти, опять же, исключительно из уважения к автору, к серии, к языку этой книги и из любви к паре второсипедных линий. Всё. По сюжету мне не понравилось. Я не поняла, как бы, что это за книга, почему она отдельной книгой стоит. Как будто бы это часть какой-то истории, вот перевалочная станция. Зачем перевалочную станцию делать отдельной книгой? Мне даже писали на канале, что, Ань, как бы, эта часть, она как будто бы связана напрямую со следующей книгой «Самосветные горы». Ну да, как бы, зачем нужно было их разделять? Я вот не поняла. Я поэтому, в принципе, и вытащила «Самосветные горы», чтобы Майя их начитать, чтобы, опять же, у меня это дело было связано хоть немножко, потому что сама по себе эта книга мало что представляет в плане сюжета именно. Здесь герой вроде бы куда-то двигается, вроде бы что-то делает. У меня уже, в принципе, рассасываются воспоминания о том, что здесь сделал герой. Ну как, блин, так? Я вот только-только ее просчитала. Не знаю, даже если я огорчилась такому повороту событий, но, в принципе, серию, опять же, в мае-в июне примерно дочитываю. В мае точно дочитываю «Самосветные горы» это пятая часть, а вот «Мир по дороге» чую я, возможно, на июнь отложу. Не знаю, не уверена я, что он остается моего внимания вот прямо сейчас, тем более, что у меня на ближайшее время совершенно потрясающие книги, и я бы не хотела портить свое впечатление как бы маленьким легким приквелом к истории. Ну, словом, как бы, да, прочитала, чуть более подробно расскажу вам о ней в прочитанном, зафиксирую впечатление, но лучше бы, наверное, бы ее вместе с «Самосветными горами» рассказывать. Ну, короче, подумаю еще. Последняя книга, получившая пять звезд. Тут далеко ходить не нужно, это мое самое, получается, свежее на канале прочитанное, которое, опять же, возможно, уже все посмотрели. Это «Пикклт» и ее «Обращаться с осторожностью». Чума, а не книга. Я буквально собирала в совочек все осколки своего сердца в самом конце. Не ожидала от автора вот такой жестокости к читателю. Да, она вроде бы давит на больные места всю книгу, но ты как бы рассчитываешь на какой-то катарсис. Да, он есть в книге. Да, как же это было больно. Как говорится, книга меня растоптала, размазала, а можно, пожалуйста, еще. Поэтому я продолжила еще автора, опять же, на майских совместных чтениях, но теперь я такой ошибки больше не повторю. Вроде как домашнее правило слегка помягче, чем вот эта вот книга, но, знаете ли, лучше бы пик вот раз в год читать. Вот серьезно, подряд это просто невозможно. Самые мои подробные эмоции, опять же, были по ссылочке, опять же, вам оставлены, прочитанные. Книга, разумеется, делает больно, вот прям по морде дает читателю, но я понимаю, что как бы это вот не каждого коснется. Кому-то книга покажется немножко с перебором, натянутой, вообще эмоции не высутят, как бы это нормально, у всех разные эмоции, разные триггеры. Но меня эта книга на самом деле просто размазала, особенно в конце. Я сидела, вот за голову хваталась и думала, как вообще вот так можно было провернуть сюжет автор. Здесь такие огромные ставки, такой накал событий. Но если вы думаете, что у меня каждая книга, которая делает якобы больно, доставляет ей стекло, получает от меня пять баллов и билет в топ-года, да нифига. Нет, вот, допустим, этой книге я поверила вот от и до. Я вот прям верю героям этого автора. Вот так она дотошно прописывает каждую мотивацию и каждую боль героя. Очень талантливая работа. А вот, допустим, книга, как же она называлась, «Жизнью наедине», она вроде бы у меня шла хорошо. Это книга про Аляску, как там семья переехала на Аляску. И с середины книги я поняла, что как бы автор из меня просто выдавливает слезы, что как будто бы автор какой-то бинго несчастья героя зачеркивает. Здесь как будто бы тоже, но вот здесь я этому поверила. И не каждая книга с такими болезненными описаниями и с болезненным сюжетом у меня получает билет топ-года. Увы. Но это, разумеется, у меня было бы прям пять звезд. Последняя книга, получившая две звезды. Книга, которая мне пока что не отправилась в библиотеку, скоро уже уедет, это тоже, между прочим, полночная библиотека. Вообще-то я такие оценки, вот типа два из пяти, четыре из десяти, я обычно ставлю очень редко, потому что реально для меня это редкая оценка. Просто я скорее книгу брошу на полпути, и запишу ее в недочитавши, окей, но как бы до такой оценки у меня книга не дотащит. Вот здесь получилось слегка не так. В этой книге у меня первые страницы были, ну, соу-соу, как будто бы немножко неуклюжие, потом я вчиталась, потом мне было интересно, а потом, как я поняла, что автор имеет в виду, и взял, меня как забрало, упало, все стало красным, и я поставила ей такую низкую оценку. При этом, как бы, я понимаю, что если бы эта книга ко мне пришла, может быть, в другое время, в другой год, может быть, пять лет назад, я ее оценила бы гораздо выше, мне так кажется. Поэтому надеюсь, что она обретет, опять же, для себя более или менее благодарных читателей. И последний вопрос на сегодня этого маленького, но очень классного тега. Покажи последнюю недочитанную и брошенную книгу. Ой-ой-ой, возможно, это будет слегка подольше, чем одна минутка, я вот прям выскажусь по этому поводу. Последняя моя брошенная книга, буквально, получается, я ее позавчера бросила, подумала, что все, я больше не хочу, это песок, юхауи. Я не знаю, буду ли я эту книгу вам тащить в просчитанное, возможно, как бы стоит накопить отдельный список брошенных книг, он у меня уже копится, к сожалению, и эта книга, опять же, его венчает как одна из последних. Все-таки, давайте расскажу вам, почему я ее бросила, и коротенько о сюжете. У нас с вами здесь постапокалипсис, мир погряз в песке. Здесь есть даже вот некоторый такой вариант пескоскреба, типа, не небоскреб, а пескоскреб. То есть, вот весь этот мир наш с вами, с него небоскребами, он весь в песке полностью, как будто бы это вот прям погрязшая в песке цивилизация. И в этом мире, в новом мире есть такая профессия дайвера, что дайверы своими определенными устройствами ныряют в песок и находят некоторые артефакты, толкают их на рынках. Я бросила ее, чтобы вы просто понимали, на странице 200 из 370. Ну, типа, у меня оставалось прочесть страниц, ну, мне, ну, на 2 часа, ну, ладно, на 3 часа спокойным темпом, не хочу на нее время тратить. Я просто поняла, что как бы мне вообще неинтересно, что будет дальше. Но при этом, да, не могу не отметить, что книга читается очень легко и очень задорно и драйвово, автор оставляет такие классные клиффхэнгеры в конце каждой главы, и для меня, пожалуй, что это единственный плюс этой книги. Ну, ладно, еще один плюс в том, что автор как будто бы чуть-чуть совсем продумал свой мир, и у него каждый вид песка имеет свое название. Мне прям напомнило это «Левая рука тьмы» Урсула Легуин и «Планету Гетен», прикольно, да, прикольно, но проблема в том, что, допустим, автор показывает вам сноску, что это песок из волос, такой, окей, я запомнил, хорошо, а потом он про это дело забывает вообще, и теперь каждый герой из волос вытряхивает песок, ну и нафига как бы нужно было понтоваться? Это мелочи на самом-то деле, но самое обидное лично для меня было в этой книге, то, что я не могу просто поверить в ее сеттинг, просто у меня он рассыпается в руках и все. Я читатель, как говорится, не особо как бы я люблю спокойно фантастику влиться и как бы обмани меня автор, обмани меня своим миром, это очень классно погружаться в новый мир, и мне обычно хватает просто какого-то минимального фан-допущения, вот, допустим, вот в том же Аверине, что у нас с вами вот есть колдуны, как будто бы снова монархия, окей, вот есть дивы, да, окей, допустим, допустим, если бы я села бы и вот прям копала бы, копала в каждую книгу, разумеется, я бы нашла до чего как бы мне докопаться, да, я обычно этого не хочу, мне интересно с книгой провести время, здесь же просто вот не получалось и все, и, как говорится, просто дьявол в мелочах, мало для книги придумать разные виды песка, да, это вот в атмосферу погружает, но остальное просто это дело ломает, откуда в этой вселенной пиво, откуда, из артефактов заныривания, откуда, у вас весь мир в песке, где вы выращиваете пшеницу для пива, где просто, у вас какие есть производства пива, или еще лучше, открывает героиня холодильник, заставит туда лайм, выдавливает в пиво, типа, такой у нее офигенный завтрак, вот прям, классно, откуда в этом мире лайм, где у вас растут лаймы в этом мире, у меня этого носока сильно просто выбивает из сеттинга, я не понимаю, как это здесь работает, или еще интереснее, я прям обалдела, когда мне автор показал, как работает костюм дайвера, я первоначально, когда читала аннотацию, думала, вау, как же автор это покажет, что герои ныряют в песок, что для этого, как бы, нужно сделать, скорее всего, их костюм какую-то вибрацию производит, чтобы песок разрушался вот по типу воды, окей, допустим, это фантопущение, ладненько, у меня как бы к этому не было вопросов, но когда я поняла, как именно костюм работает, это, конечно, хохма, герои просто говорят песку, теки, и песок течет, просто силой мысли, они управляют песком, нет, это круто, конечно, но есть нюанс один, но вот герой, этот песок, погружается, говорит ему, теки, и ныряет вниз, 100 метров, 200 метров, 300 метров, он, наверное, одновременно думает, не дави на меня, толща 300 метров, тебя просто раздавит, законы физики пошли нахрен, или что, почему это работает здесь, давайте я просто загуглю это дело, даже в воде, есть определенный рекорд по погружению в воду с аквалангом, допустим, я прямо даже вот загуглю сейчас, рекорд по погружению в воду, 318 метров и 25 сантиметров, окей, 320, допустим метров, это рекорд по погружению в воду, вода все-таки по своей плотности, она меньше, чем песок, и даже если, окей, у нас песок все-таки разрыхлится вот до размера плотности, именно вот воды, здесь 400 метров, 500 метров, просто как два пальца об асфальт, тщу, как это работает, блин, здесь, почему на героев здесь не давит толще песка, максимум у них здесь как бы проблема, это то, что они могут протеряться с мыслями, забыть про то, что как бы нужно, чтобы там был плавный песок, и типа замуроваться, а толще как бы не давит, да, физика как бы здесь не работа, и ладно бы, как бы это была бы главная проблема книги, фиг бы с ним, но нет, увы, я слышала в отзывах, но особо этому значению как будто бы не придавала, а зря, это то, что здесь герои не прописаны вообще, это мягко сказано, что здесь герои не прописаны, это просто какие-то ходячие картон-картоновичи, просто названные картонки для какой-то функции герои вообще друг от друга не отличаются ничем, ни образом мыслей, ни действиями, ничем, самое для меня противное в этой книге было то, что здесь получается семью дайверов будущих, отец бросил в детстве, получается их там четверо, старшая сестра и три брата, там мало-мало-меньше, оставил мать беременную, с малолетними детьми, он просто ушел, что по этому поводу думают дети? Папа ушел, сегодня годовщина его ухода, пойдем в поход по этому поводу, нет, братенька я не продам, это папины ботинки, и я вот думаю, у вас там как бы ничего не жмет нигде, у вас мать из-за того, что отец вас бросил, пошла в публичный дом работать, это позорно, это несправедливо, это обидно, там как будто бы героев постоянно все этим шпеняют, да, ноль рефлексий по этому поводу, у меня об этом поводу больше рефлексий, как у читателя, чем у героев, и при этом как бы папа хороший, о папе мы помним, вот годовщина его ухода, но он же не мог просто так как бы уйти, а вот мать плохая, понимаете, что как бы пыталась их хоть чем на как бы их накормить, четверо, четверо детей, да, ноль как бы денег, просто муж ушел, и ладно, как бы он бы ушел с позиции, что я вот знаю, что делать, я знаю, я вас спасу, вот там незаветные земли, или там неназванные земли, вот за всем этим краем песочным, я туда ухожу, я вас спасу, как бы я могла бы еще понять, как бы героев, чтобы как бы они все-таки вот на это дело надеются, откуда вообще, вот именно вот такая позиция у героев, я не понимаю. Ну, короче, все вместе для меня это просто какой-то очень хорошо прописанный черновик книги, не беловик, черновик, и самое, что интересно, что как бы я, в принципе, для себя осознала, что эта книга написана у автора после укрытия, по крайней мере, написана, не знаю, выпущена она после укрытия, и если вы эту книгу возьмете, опять же, после укрытия, вы просто офигеете, насколько она, в принципе, ниже по уровню прописания. Если книга была реально написана и выпущена после укрытия, опять же, два варианта, либо автора очень торопили издатели, либо он просто на отвали книгу написал. Я извиняюсь за грубость, но как бы я по-другому это даже не скажу. Или есть другой еще вариант, я к нему на самом деле даже больше склоняюсь, что автор эту книгу писал задолго до укрытия, это чуть ли не была, наверное, его первая работа, какой-то дебют, реально, он просто ее доработал и выпустил в свет. Вот это как бы я еще могу принять, да, для дебюта это на самом деле очень хорошо, как бы я ругаюсь, да, не работает ни хрена, да, но для дебюта это хорошо. По крайней мере, на этом можно базировать дальше свой скилл, но если это реально было написано после укрытия, я немножко как бы расстроена по этому поводу. Ладненько, давайте о хорошем. Как у вас, друзья, дела? Мы с вами не видели целых две недели, наверняка, опять же, у вас есть чем поделиться. Можете, в принципе, смело брать вопросы из этого тега, прям в описании к этому ролику копировать, в комментарии вставлять и жду, опять же, ваши комментарии по этому поводу. Какие книги вы купили недавно? Что читаете сейчас? Какая книга у вас была на пять звезд? Самое последнее. Смело, пожалуйста, пишите. В принципе, друзья, все, очень рада к вам вернуться и опять же, снова снимать видео, читать ваши комментарии, это очень приятно. С вами была Аня Кобыченко, скоро мы уже увидимся, обязательно. Все, ребят, всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok